здравствуйте друзья добрый вечер группу сегодня начал новую чем там народу много был человек 37 38 и такая имени 8 марта группа но смысле девчонки в основном там может быть ребят было человек 5 вот очень такие знаете жизнерадостные симпатичные так я на них смотрел и как-то внутренне так радовался я думаю хорошие такие стараются активные там спрашивайте там норовят ответить это приятно очень и так у меня в принципе первый урок расписан то есть у меня есть такая презентация там слайды я по ним так иду есть есть некоторые отработанная последовательность и вот эта презентация она меня в принципе ведет чтобы я не забыл там чем но в данном случае я подумал что то я все одно и то же да одно и то же как-то должно быть у меня тоже разнообразие какой-то и пошли мы немножко иначе то есть из ситуации когда народ больше слушает а мы пошли в ситуацию когда народ больше сам что-то делает и есть у меня страничка 1 и на этой страничке как вам сказать тестовое задание значит была компания одна и и купил оракал в какой-то момент и когда ты приходишь на интервью в эту компанию по тестированию они тебе дают вот эту страничку а поскольку наши ребята ходили то они мне скинули страничку я ее знаю и вот тот но меня своя копия я сохранил и вот на этой страничке сколько-то там ошибок есть таких как бы в основном визуально их надо обнаруживать в пользовательском интерфейсе и многие ошибки можно найти без того чтобы знать какие-то правила а чисто так и здравого смысла какие-то там inconsistencies там и так далее ну то есть видно довольно много чего видно начиная от простенького типа там слова неправильно написано там в спеллинге мисс мисс ошибки ну либо там чуть посложнее вплоть до очень заковыристо ну и поскольку мы уж там некоторое время назад начали эту страничку с ребятами тестировать то каждая группа что-нибудь новенькая находит а я поскольку их виду то так у меня в голове там может быть три десятка может быть больше ошибок которые я знаю на этой страничке я подумал лучу действительно так мы будем я бы вот народ давайте мы с вами потестируем вы же ничего не знаете правильно мы еще ни о чем не говорили а вы уже вроде как можете находить какие-то ошибки давайте будем находить ошибки вот вам страничка руками не трогаем вот только смотрим и говорим чего не так и они у меня так активно значит там искали эти свои ошибки хорошие находили надо сказать что так на уровне здравого смысла и я записывал за ними то есть они мне говорят вот это значит вот такая проблема ягода теперь как мы должны отправить программисту чтобы он ее починил с наименьшими потерями и я записывал этот самый баг репорт для них по ходу делаю объясняя комментируя какие есть правила в написании баг репортов куда это идет как это обрабатывается почему вот это здесь так и не так и так далее то есть так с комментариями то есть они делают а я так за ними записываю комментируем а потом да а мысль которую я пытался до них довести из чего все это началось мысль была такая что вот если вы пойдете куда-нибудь там я не знаю на дайс на монстр на карьер билдер на какие-то веб-сайты где показывают что ну вот рабочие места дата вакансии и начнешь читать и такое ощущение что вот если только у тебя нет там лет пять-семь допустим опыта и и хорошего знания там программирование это и тест автоматизация такая вот и как никому и не нужен дайте так вот у людей складывается впечатление что много позиций такого плана тоже вот и я буду давайте посмотрим я им как бы с называнием цен то есть я вот если вот это хорошо делаете это столько стоит а если вот это хорошо делать тогда больше тогда еще больше мы так немножко посмотрели на ценовые диапазоны что к чему чтобы они понимали что на выходе из школы они должны хорошо знать вот написание баг репортов и написание тест документации и уже за это они получат свою первую работу и будут как бы и будут держать на этой работе и потом они пойдут на следующий будут больше получать и так далее но просто чтоб не было страха перед первой работой да короче они находили эти ошибки а потом мы с ними тест кейсики подписали по ходу дела я им объяснял тест кейс что такое тест кейс какая у нее структура то есть мы их писали писали а потом я это обобщал и живенько получилось знаете вот так из такой лекции мы плавно перешли в режим лабораторки такой полу лекции полу лабораторки и как-то мне даже самому веселей но правда я как бы когда ведешь урок и уже все знаешь там наперед чего будет там за каждым поворотом то конечно не так и не так интересно но на самом деле практический характер этого всего вот человек пришел не знает куда попал чё попал и вдруг раз там нашел сегодня там пяток ошибок записали там пару баг репорт обсудили причем обсуждение же на уровне здравого смысла же не то что мы там какую-то профессиональную лексику там пошли а уже после этого уже после этого мы стали обсуждать какие-то вещи связанные с тестировать а что есть тестировать а что есть quality assurance а в разница а почему компаниям нужны там тестировщики если программисты все равно свой код тестирует программист же не отдает там тестировщику что-то не протестировав сам а зачем-то тестировщик короче вот всякие такие вопросы философского плана но они на интервью всплывают очень сильно и если человек не очень понимает вот эти вещи самые базовые простые это сквозит на какой бы вопрос он не отвечал вот это непонимание фундаментальных основ она сифонит просто всюду о чем бы он не говорил ты понимаешь что человек не в теме так вроде он что-то такое получил но не в теме вот и я вам рассказываю я думаю что я теперь и дальше так буду надо может быть будет со слайдами как-нибудь подкрутить посмотреть но во всяком случае мне этот вид искусств больше больше понравился что еще сказать еще сегодня ко мне зашли после уроков люди молодые из швейцарии приехали я с ними договорился что они через месячишка к нам еще подойдут когда тут так они сейчас проездом а там дальше посмотрим вот они через месячишко должны здесь это оказаться снова и мы тогда с ними сядем запишем интервью тоже поздно было мне надо домой было идти из швейцарии привезли мне тапочки друзья вот можете представить у меня никогда в жизни не было швейцарских тапочек домашних вот я вам покажу вот так может быть вам эти с крестом так что я не обманываю подарок неожиданный одну пару тапчик мне другую светлане сейчас вот приду и там светлане швейцарских тапочек жалко что я не смогу заснять это на пленку чтобы вам показать радость или может быть наоборот изумление но вот сам факт такой приезжают люди с тапочками хорошо так по-домашнему очень симпатичные интересные ребята я думаю что вам будет интересно послушать про швейцарию то что я от них услышал мы так хороших полчасика с ними поболтали вот и я очень доволен никогда столько про швейцарию интересного не знал особенно про то как там иммигранту живется как к нему относятся там и так далее европа однако не то что тут у нас ну вот наверное за сегодняшний вечер и такой у нас отчет я думаю не забыл ли я чего из сегодняшнего ну вроде нет так нагруженный конечно день был именно преподавательскими часами еще пять часов у доски от стоит как-то мне раньше легче давалось не знаю как-то там пять часов и не заметишь вот а сейчас вроде пять часов и так потом себя два часа приходишь отходить надо ладно ребят счастливым